Генеральный партнер программы новостей – производственное предприятие «Меркурий-2». В эфире новости «АНАПА-регион» в студии Ирины Меркурьева. Здравствуйте. «АНАПА» отметила главный праздник страны – День Великой Победы. Накануне 8 мая в сквере боевой славы зажгли огонь памяти. Традиционная патриотическая акция объединила тысячи неравнодушных анапчан. Все они с частицами вечного огня проследовали до морского порта, где были возложены на воду венок и бескозырка в память о десанте, погибшем в 1943 году, освобождая «АНАПУ». Факельное шествие возглавили мэр «АНАПА» Юрий Поляков и председатель совета Леонид Кочетов. Традиционно каждый год накануне Дня Победы анапчане и гости курорта собираются у вечного огня, чтобы почтить память тех, кто не вернулся с войны и чьи имена остались неизвестными. Мы должны достойно передавать из поколения в поколение подвиги героев русских, советских и российских военнослужащих, защитников Отечества. И будущим защитникам Отечества хочется пожелать, чтобы они жили в мирное время, в мирное небо, но всегда были готовы защитить Отечество. Вечная память по всем. Глава «АНАПА» Юрий Поляков, председатель совета Леонид Кочетов и Анатолий Гапонов возложили к мемориалу цветочную корзину от благодарных анапчан. Далее началась самая трогательная и зрелищная часть церемонии. Тысячи людей, тысячи огней. Факельное шествие проследовало до морского порта. По пути участников акции встречали живые скульптуры. Актеры застыли в образах русских солдат, под сопровождение военного марша и звуков боевых действий. С каждым годом число участников шествия растет. Для многих быть здесь – святой долг. Очень много погибших было и со стороны мужа, и со стороны моих родителей. И бабушки, и дедушки все пережили. И дед фронтовик, тоже его могила тут. То есть это забывать нельзя нам, забывать нельзя. Нужно воспитывать наших детей. И вот своим примером. В памяти моряках-пограничниках, павших защищая Анапу, на воду спустили венок и без козырку. Собравшиеся застыли в минуте молчания. В этом году особую атмосферу того времени режиссерам удалось передать через хронику военных лет, транслируемую на водном экране. Курсанты Института береговой охраны исполнили песню «День Победы», дав начало празднованию Великой Даты в Анапе. Никита Бойко, Ольга Родина, Михаил Григорьев, Анапа-регион. 9 мая торжества, посвященные 73-й годовщине Великой Победы, начались с военного марша по Театральной площади. Его участники держали равнение на ветеранов. Ветераны принимают поздравления. Они на почетных местах. На центральной площади построены войска Анапского гарнизона, курсанты и кадеты, казаки, те, кто прошел Афганистан и локальные конфликты. Принимает командир 1141-го гвардейского артиллерийского полка, гвардии полковник Алексей Репин. Командует гвардией майор Владимир Демьянов. На трибуне руководство муниципалитета, депутаты совета, представители правоохранительных органов, прохождение торжественным маршем. Не так давно военные медики из Анапы вернулись из Сирии, где оказывали помощь местному населению, вели прием с выездом в отдаленные населенные пункты. Казаки участвуют в охране правопорядка, готовы выехать в любую точку в случае природной или техногенной катастрофы. И растят поколения, достойную себе смену. Ветераны воин современности также участвуют в патриотическом воспитании подрастающего поколения. Все они держат равнение на участников Великой Отечественной войны. Спасибо за тихий и мирный рассвет. Дороже и правда, ведь этого нет. Узнали вы цену победы своей, когда при обстреле теряли друзей. Когда в тишине вы читали письмо, лишь в мыслях представив родное лицо. Спасибо за силу в той лютой войне и за человечность спасибо вдвойне. За чистое небо, за мир и покой. Вам, ветераны, поклон на зиму. Цветы ветеранам с благодарностью от всех жителей и гостей города-курорта. Я хочу обратиться к ветеранам-участникам войны. Вам всем здоровья, долгих лет жизни. Я хочу сказать огромное спасибо молодежи, которые продолжают о традиции наших ветеранов и славят наш город, город воинской славы. Я хочу пожелать всем, кто находится здесь и вообще во всей России, чтобы у нас было мирное небо и всех вас с праздником. Юрий Поляков призвал помнить и славить тех, кто на своих плечах принес победу, тех, кто не пережил войну. Из 18-тысячного довоенного населения Анапы погибли на фронтах или во время оккупации пропали без вести более 5 тысяч человек. Это страшные цифры. Это действительно людское горе. И об этом не надо никогда забывать. Дорогие ветераны, в этот день я хочу сказать вам огромное спасибо от имени Совета города-курорта Анапы за то, что вы сделали, совершили ратный турновой подвиг после войны, восстановив город-курорт Анапы. И сегодня это цветущий, красивый город. Минута молчания. К Вечному огню в сквере боевой славы возлагают венки от губернатора Вениамина Кондратьева, законодательного собрания края, благодарных жителей города-курорта, казачества. В этом году Кубань отмечает 75 лет со дня освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков. За это отдали жизни тысячи советских солдат и офицеров. Корзины цветов отправили к братским могилам с почетным эскортом. К Вечному огню легли тысячи цветов. Александр Ребека, Роман Беркалеев и Руслан Душевский. Анапа. Регион. 12 тысяч анапчан приняли участие в шествии бессмертного полка. В начале колонны шли глава города-курорта Юрий Поляков, председатель совета Леонид Кочетов, председатель совета ветеранов Анатолий Гапонов, депутаты, командиры воинских частей, почетные граждане Анапы. Выходила на дырк Катюша, на высот и ель на круто. Эту песню сегодня знают во всем мире. Она стала одним из символов войны, которая разделила жизнь советского народа на до и после. Именно он одержал победу в Великой Отечественной войне. Но прежде чем над Рейхстагом взвилось знамя, было отступление до Москвы, ржевская мясорубка, битва за каждый дом и клочок земли в Сталинграде. Помимо противника, врагами советского солдата были холод, нехватка продовольствия и боеприпасов. Все это в той или иной степени легло на плечи тех, чьи портреты несли участники шествия бессмертного полка. Так жители города-курорта приветствовали ветеранов. Они возглавляли колонну. Глава города-курорта Юрий Поляков идет с портретом деда, Ивана Петровича Булгакова. Война для него началась с первых дней на границе. Перенеся все ее тяготы, он встретил победу в поверженной Германии. Уходил рядовым пехотинцем, пришел к капитанам. Сидя на лавочке в деревне, у меня все там рассказывал, как они не мылись, как воевали, как мерзли, как голодали. Я тогда как бы не особо воспринял это все. Сейчас-то я понимаю уже с годами, как это было тяжело в окопах, месяцами, в грязи, без бани, полуголодные все. Но это же история не только одного человека, это история всего нашего народа, поэтому мы и победили. И это видно даже по тому празднику, который сегодня проходит в Анапе, сколько людей вышло на улицы, как это приятно. Мы поистине понимаем, что это наш всенародный праздник. Всего в шествии бессмертного полка в Анапе приняли участие свыше 12 тысяч человек. Чеботарь Юрий – это мой отец. Он был флагманским стрелком-радистом. Отец Татьяны Куликовой был стрелком-радистом на пикирующем бомбардировщике. В училище попал со школьной скамьи. Вторым днем рождения всю жизнь считал день, когда удалось покинуть подбитую машину над Польшей, дотянув до своих позиций. Пулеметная турель – первейшая цель для вражеских истребителей. Бронирования нет, самолетом управляет пилот, ты один на один с противником. Возникала такая мысль, что ну вот и сейчас расстреляют. У них были асы, летчики. И однажды мистер Шмидт, когда подлетел и занял такую точку, в которой никак не могли его обстрелять с пулемета, вот тогда отец выстрелил из ракетницы. И он качнулся и попал под обстрел. Так вот спас экипаж. Татьяна Куликова – уроженка Владивостока. Ее сын живет в Сургуте. Также прошел в колонии бессмертного полка с портретом деда. Сегодня это шествие объединяет уже не только города, но и страны. Александр Ребекко, Роман Беркалеев, Руслан Душевский. Анапа. После торжественных мероприятий анапчане переместили в сквер Гудовича. Там развернулись массовые народные гуляния, музыкальные программы, интерактивные площадки и, конечно же, солдатская каша, ставшая уже одним из обязательных атрибутов празднования Дня Победы. В сквере Гудовича звучат песни военных лет. Солдатский привал собрал сотни анапчан. Здесь же недалеко разместились полевые кухни, где каждый желающий мог отведать настоящие солдатские каши. Многие сюда пришли целыми семьями. Считают, что чувство патриотизма и гордости за страну необходимо воспитывать с детства. Мой дед служил на войне, как и бабушка. Слава Богу, он пережил эту войну. Я также рада победе, что у нас сейчас спокойная и мирная жизнь. Мы можем спокойно ходить, гулять, радоваться победе. Радоваться, спасибо большое ветеранам, которые за нас служили, которые за нас отдавали свою жизнь, чтобы мы просто так сейчас были свободными людьми. Одной из самых посещаемых площадок стала экспозиция военной техники, среди которой и гордость российской армии, радиолокационные станции «Монолит». Эти экземпляры выставлены в Анапе впервые за 20 лет. Здесь же легкая пехотная техника, пусковая установка С-400, которое представило командование зенитного ракетного дивизиона 26-345. Оружие времен Великой Отечественной войны в своей экспозиции представил поисковый отряд «Черномор». Люди, естественно, интересуются историей Великой Отечественной войны, историей рабочей крестьянской Красной армии. Ну и как бы это патриотическое воспитание для молодежи. Родители приводят своих детей постоянно, из года в год. Приходили сначала маленькие, потом повзрослевшие. А сейчас уже, ну скоро, наверное, будут приводить уже своих детей на нашу выставку. Потому что действительно очень интересно, много экспонатов. С каждым годом у нас выставка становится все больше и больше. Сквер Угудовича превратился в большую интерактивную площадку, где каждый мог найти занятия по душе. Анапчане вписывали имена своих героических предков на стену памяти. Девочки знакомились с курсами медицинского мастерства. А для мальчишек была организована военно-тактическая игра «Лазертак» и стрельба из пневматического оружия. Так или иначе, события Великой Отечественной войны затронули каждую семью. Сегодня многие говорят, что День Победы – самый главный объединяющий народы праздник. Объединяет все народы, объединяет все слои населения. Потому что у нас у всех общая, большая, красивая и драматическая история. В течение дня на разных площадках выступали творческие коллективы, проводились мастер-классы, отовсюду доносились песни военных лет. Тысячи анапчан в едином порыве отметили самый главный праздник страны, доказав, что в городе воинской славы свято чтут историю и память. Руслан Душевский, Анапа-регион. В День Победы в парке Ореховой Рощи можно было обменяться книгами, поучаствовать в мастер-классах и викторинах на военно-патриотическую тематику в рамках фестиваля патриотической книги «Сквозь годы звенит победа». Мероприятие организовала Анапская централизованная библиотечная система. Библиотекари подготовили яркие выставки лучших книг о Великой Отечественной войне. Как рассказали организаторы, книги о героях и о войне по-прежнему интересны, как взрослым, так и подрастающему поколению. Праздничное настроение создавали творческие коллективы домов культуры Алексеевский и Молодежный. В завершении праздничного дня на главной площади Анапы состоялся Бал Победы, двухчасовой концерт. Его зрителями стали тысячи жителей и гостей курорта, которые приехали на майские праздники. В течение двух часов со сцены звучали песни военных лет. Участники исполняли хореографические композиции. Выступали коллективы города-курорта. Казаки исполнили марш прощания славянки. Гостями праздника стал ансамбль песни и пляски Южного военного округа из города Ростов-на-Дону. На вечерней сцене и жителей, и гостей приветствовал глава города-курорта Юрий Поляков. Один из главных дней в календаре города воинской славы завершился праздничным салютом. Дорогие анапчане, гости города, города воинской славы. 73 года назад наш советский солдат установил знамя Победы над Рестагом. Я хочу вас всех поздравить с Днем Победы. Сегодня эта Победа наша Победа. Всем удачи, здоровья, с Днем Победы! За безопасностью во время проведения праздничных мероприятий 9 мая следили сотрудники Анапского отдела МВД. На усиленный режим были переведены все подразделения. Патрульно-постовая служба, инспекторы ДПС, кинологи, всего около 200 полицейских обеспечивали охрану правопорядка. Также в подмогу силовикам улицы и скверы патрулировали казаки и народные дружинники. Благодаря слаженной работе правоохранителей во время проведения мероприятий чрезвычайных происшествий не допущено. Как остановить атаку самоваром и почему довоенное поколение рвалось на фронт? Об этом ветераны рассказали в беседе с нашими корреспондентами. В эти дни их поздравили депутаты городского совета, представители территориального общественного самоуправления вместе с юными анапчанами. Поздравляю. Спасибо вам. Спасибо. Поздравляю. Александр Харламович принимает поздравления с самым главным праздником страны. Ему 91 год. На фронт ушел в 44-м, пережив оккупацию. Ему как раз исполнилось 17 лет. Тогда ему дали самовар, так бойцы прозвали, 82-мм миномет. Обычно их позиции за линией окопов. Однако был момент, когда два расчета оказались на передовой. После того, как отошла пехота, они выбрали воронку поглубже, там затаились, а утром в наступление пошли немцы. Одна цепь появилась за бугра, вторая цепь за ней. Ну, видно, они все пьяные, молодые, киндер вот это все. Идут, стреляют, а там никого же нет, они стреляют уже. Вариантов особо не было. Пришлось пускать в ход минометы. Атаку удалось отбить, потому что удачно пристрелялись, да и наступающие оказались в ложбине. Подарки вручают представители территориального общественного самоуправления и депутат городского совета Константина Постолиди. В его округе живут пятеро фронтовиков. Когда к этим людям приходишь и смотришь на них, бывает порой не находишься такие слова благодарности, низкий поклон им за их победу. Это они нам сделали вот это светлое будущее, что мы живем и радуемся. Гордость города и пятой школы. Раиса Васильевна и Николай Корнеевич. Константина Постолиди работала, до этого учился в пятой школе, где Раиса Васильевна трудилась преподавателем. Ее муж ушел на фронт в 16 лет. В военкомате сказал, что ему 17 по научению одного из офицеров. Ты чего плачешь? Я говорю, да вот, меня не берут. Он наклонил, говорит, а ты скажи, что тебе 17 роков. Я воспрямил. Для меня было принципиально быть в рядах Красной Армии. Ребята пошли защищать Родину, а я буду сидеть дома. Сегодня юные казачата благодарили ветеранов за победу, за то, что не сдались и пообещали никогда не забывать их историй. Александр Ребека, Михаил Григорьев. Анапа. Регион. Ветеранов, а также вдов ветеранов эти дни посещают и сотрудники Анапской межрайонной прокуратуры. Также они почтили память павших героев в сквере боевой славы. К вечному огню возложили венок и цветы. После окончания войны немало ветеранов получили юридическое образование и поступили на службу в надзорные органы. Также сотрудники прокуратуры вспоминают коллег, которые ушли на фронт и не вернулись. Мероприятие проходит уже около 10 лет. Как пояснили ведомстве, оно помогает сохранять преемственность поколений, а пример фронтовиков важен для тех, кто в мирное время стоит на страже интересов граждан. Новый памятный знак открыли в хуторе «Рассвет». На гранитной плите высечены имена хуторчан-героев, не вернувшихся с фронтов Великой Отечественной войны. Мемориал – это лишь часть проекта нового сквера, который в ближайшее время появится в рассвете. Более 20 жителей хутора «Рассвет» не вернулись с войны. Но их подвиг не забыт. Имена героев увековечили на гранитной плите у аллеи памяти. На митинг в честь открытия мемориала хуторяне пришли целыми семьями. У многих в руках портреты родственников, погибших в годы Великой Отечественной войны. Мы пришли тоже почтить память тем людям, которых с нами нет. Нельзя забывать тех людей, которые дали нам жизнь. В хуторе «Рассвет» остался всего один ветеран – Иван Карабак. Он принимает участие во всех военно-патриотических мероприятиях, общается с молодежью, рассказывает им о войне. Для Ивана Степановича открытие памятника особенно важно. На мемориальной плите имя его родного брата. Спасибо всем, что еще радует нас, ветеранов еще, позволяет нам еще жить без хлопот. Спасибо. Я считаю, что для подрастающего поколения это необходимо. Это настолько сейчас веление времени такое, что нужно молодежи, постоянно подросткам говорить о нашей победе. И чтобы они помнили историю страны, а история страны начинается с каждой семьи, с каждого поселка, вот мы на сегодняшний день внесли тоже лепту в историю нашей страны. Памятный знак – это часть большого проекта. Здесь, возле аллеи памяти, уже заложен новый сквер. В нем предусмотрены пешеходные дорожки, зоны отдыха и тренажерная площадка. Помощь в строительстве объекта оказывает руководство Турецкого потока. Первый этап работ планируется закончить в течение двух месяцев. Никита Бойко, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анапа-регион. В Анапе зажигали майские звезды. Так называется открытый фестиваль творчества. Подать заявку для участия мог любой желающий. В этом году главной тематикой конкурса стала Великая Отечественная война. «Визговал хрыплый голос Аришки Булкиной. И я запомнила их морды. Я им. Нет у них права хватать меня. Я с господами офицерами в дружбе. Никто не знал, зачем их согнали. С тех пор, как над городом повис флаг со спастикой, худая молва укоренилась за этим пустырем». Это выдержки из повести Николая Бирюкова «Чайка» про комсомолку Катю Волгину. Она помогала партизанам, занималась агитацией. Девушку казнили, но за нее отомстили, убив и предательницу, и гестаповца-палача. Из самых ярких моментов формируется небольшой рассказ для чтения со сцены. По сути, краткое содержание, но авторским текстом. Этот жанр Эдуард Никитович освоил еще в молодости. В середине 50-х годов он приехал руководить клубом в хуторе Заря. «Читает без бумажки, хотя и признается, что отдельные фрагменты сегодня упустил». «Запомнилось когда-то, ну читал, много вещей читал, и читаю, люблю читать. И поэтому я решил, ну как сказать, стариной тряхнуть, что ли». На сцену мог выйти любой желающий, самостоятельный или с коллективом. Вокал, танцы, инструментальный жанр, театральная постановка. «Мне всегда говорили, что я хрупкая девушка. Я рождена по треть миру. Жизнь. Война изменила мою женскую судьбу. Когда моей стране грозила опасность, я встала на защиту Родины». Всего около 150 участников. Никаких предварительных просмотров. Все номера жюри увидели впервые. В итоге должны зажечься майские звезды. Так и называется фестиваль. «Цель, прежде всего, консолидировать все творческие силы, которые есть в городе и районе. Показать самых лучших, самых талантливых. Приятно, что в районе появляются такие фестивали, и они как раз позволяют всем без исключения попасть на большую сцену». Отдельная номинация – конкурс для прикладного и изобразительного искусства. Эти работы из хутора «Большой разнокол». В студии занимаются девочки. Самым младшим по 8-9 лет. «Интересно участвовать, показывать свое творчество. Какие-то грамоты получать». Для всех участников такие конкурсы – стимул к саморазвитию. Каждое выступление перед зрителями – повод провести работу над ошибками. Аналогичные мероприятия в этом году пройдут в Виноградном, Витязево, а также в Джигинке. Александр Ребека, Михаил Григорьев. Анапа. Регион. Далее информация о погоде на завтра. Партнер прогноза – фабрика мороженого «Ангария». Если настоящий йогурт объединить с нежными сливками и добавить активные бифидобактерии, то получится вкусно и здорово. Бломбир на йогурте «Ангария». Это когда вкусно – полезно. По прогнозам синоптиков, 11 мая в Анапе ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха днем до плюс 18 градусов. Ночью прохладнее – 14 выше нуля. Ветер северо-восточный – от 6 до 8 метров в секунду. Атмосферное давление – 756 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды – плюс 16 градусов. Далее информация о партнерах программы. Производство на предприятии «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Еще один наш партнер – тренажерный клуб «Витязь» предлагает привести в порядок фигуру по специальным сниженным ценам. Не упустите возможность. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До встречи. ДОСТУПНЫЕ КВАРТИРЫ ДОСТУПНЫЕ КВАРТИРЫ ДОСТУПНЫЕ КВАРТИРЫ ДОСТУПНЫЕ КВАРТИРЫ ДОСТУПНЫЕ КВАРТИРЫ